Весенние полевые работы, функционирование заводов и фабрик для обеспечения населения необходимой продукции. Все это как никогда необходимо, особенно в нынешней ситуации, сложившейся из-за коронавируса. Премьер-министр Мухаммед Калай Балгазеев ознакомился с работой ряда производств, а также посетил поля, где сегодня активно идут сельхозработы. Сегодня в аграрном секторе есть возможность применять современные технологии для его развития, при том, что есть огромные водные ресурсы. О том, что правительство вопросом ирригации и создания условий для развития сельского хозяйства уделяет особое значение, Мухаммед Калай Балгазеев сказал, ознакомливаясь с ходом реконструкции ирригационных сооружений в селе Киркшолк и в сельском округе Джейк из Икатинского района. К слову, канал в селе Киркшолк обеспечивает поливной водой площадь в 1765 гектаров. На ирригационном объекте в сельском округе Джейк полным ходом идут строительные работы. «Ни в одном селе нашей страны не должно остаться земель, к которым не поступала бы поливная вода. Проводимая работа по строительству и реконструкции ирригационных объектов, уверен, позволит этого добиться уже в ближайшем будущем. Имея огромные водные ресурсы, мы должны обеспечивать их рациональное использование в интересах развития местного агропромышленного комплекса». Премьер-министр дал ряд конкретных поручений, касающихся проведения весеннеполевых работ на должном уровне. Развитие ирригации и продвижение сельскохозяйственных проектов. Кстати, в осуществлении многих проектов применяются самые передовые европейские технологии производства. И именно той продукции, на которой, как стало очевидным в условиях кризиса, на рынке наблюдается временный дефицит. «В очередной раз продемонстрировал необходимость увеличения производства продовольственных мощных изделий. И отрадно, что сегодня все больше наших соотечественников начинают применять самые современные подходы в аграрном секторе. Внедряют новые технологии и сорта, получают необходимые знания, выращивают экологически чистые продукты, часть из которых идет на экспорт». На стадии развития еще один крупный проект – реанимирование завода по переработке молочной продукции в городе Токмок. Глава правительства подчеркнул, что этот завод имеет уникальную историю. Запуск производства – это большое, радостное событие. «Это предприятие имеет богатую историю. Долгое время он простаивал, но сегодня, благодаря инвесторам, молочный завод начал работать. Это знаковое событие. Производственная мощность предприятия составляет 250 тонн приемки молока в сутки и 5000 тонн готового продукта в месяц. 90% продукции современного завода будет экспортироваться. Они работают по технологиям передовых зарубежных стран». «Это вот где-то через 10 дней уже мы начнем. Здесь есть аппаратный цех. Цеха по производству комбинированных масел, твердых сортов сыра. Цех сухого обезжиренного молока и разлива молока. Инвестиции в предприятие составили более полутора миллионов долларов США. Произведен ремонт зданий, сооружений и оборудования. «В настоящее время было вложено уже полтора миллиона долларов в завод. Это была реконструкция зданий, сооружений, ремонт оборудования, оборотные средства на закуп сырья. И в декабре 2019 года мы произвели первую продукцию. Это комбинированные масла, спреды в количестве 80 тонн. В настоящее время мы готовимся к фасовке этих масел и реализуем на территории нашей страны и отправляем в страны ЕАЭС». Аграрный сектор на протяжении десятилетий оставался отраслью, которые не придавали должного значения и внимания со стороны государства, отметил премьер. Сегодня у нас есть понимание того, что сельскому хозяйству и развитию племенного хозяйства необходимо давать приоритетное значение, создавая необходимые условия для их развития. «У нас экологически чистые продукты. Раз 70% населения занято производством сельскохозяйственной продукции, мы должны думать не только о выращивании, но и о производстве. Если мы поддержим производителей, то, я думаю, мы быстро встанем на ноги и наладим производство». Мухаммед Калыя Булгазиев отметил, что со стороны правительства политика поддержки сельхозпроизводителей будет продолжена с новой силой, в частности, через увеличение объемов льготного кредитования, предоставление техники в лизинг и другие финансовые инструменты.